Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы, мое отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Самуэле и Дамяне и Коке. Ребята, последняя такая вот самая такая явная лесть и обман, ложь, провокация со стороны Коке в сторону Севки. И рассказы о том, что Севушка носит 44 размер одежды, максимум 46. Интересно, какой же тогда размер у Коке? Зачем так явно и в открытую врать? Потому что когда Севка меряет на себя 52 размер с Кокиного плеча, оно как раз на него в аккурат. Только длина чуть подкачала рукавчиков и самого изделия. Поэтому где Севка, где 44 и 46 размер одежды? Потому что 44 и 46 это подтянутый мужчина. А где Севка, а где подтянутый мужчина? Хотя, я не знаю, ребята, с другой стороны, было же заявлено, что он будет весить к концу сентября 70 кг. То есть, может быть, он уже и весит 70, а еще держит интригу и нам об этом не говорит. Ну и, конечно, Кокин не прекращает рекламировать себя на фоне Севки. Вот это вот я отдам костюм бесплатно. Ребята, уже просто заколыхало. Блин, да отдай уже этот костюм и забудь. Ребята, по большому счету, да, сколько людей-беженцев, сколько переселенцев и сколько другие люди отдали своей одежде. Своей, детей своих, постельного, я не знаю, там полотенец, подушек, одеял. И никто об этом даже не говорил. Тем более уж на Ютубе. Для меня это вообще какое-то кощунство. Ты отдаешь свое, да, ты не покупаешь новое. Нахрена об этом говорить? И, кстати, тот человек, который на этом не хайпажоре, тот человек, который действительно это делает от чистого сердца, он делает это молча. Ему не надо себя рекламировать, ему не надо себя пиарить. Ему не нужна вот эта лесть и похвала, чтобы ему сказали, блин, какой ты крутой, какой ты классный, какой ты молодец. Потому что, как правило, да, когда люди хвалят за такое, это говорит о том, что они этого не делают. И у них вызывает дикое какое-то восхищение, восторг, если кто-то это сделал. А нормальные люди и сами помогают, потому что в противном случае, да, вот эти вот места, куда свозили гуманитарку, да, в виде одежды, они были бы пустые. Сколько людей на самом деле отдавали и делились, и конкретно делились. Но только Севка и Коки не забывают об этом постоянно говорить. Но при этом Севка сказал, что хватит раздавать на халяву, сколько можно. Вот требуют от него зрители и требуют. А мне вот интересно, кто требует. Ну вот, ребята, я, например, не представляю, чтобы я ему написала и сказала, Севка, отдай мне свою куртку для мужа бесплатно. Или отдай моему мужу свои штаны. То есть мне интересно, да, что же за категория вот этих его подпевал и куколок, если с его слов, с него требуют постоянно бесплатно. Что можно с него требовать? Статуэтку котика нафиг она нам не нужна. А его трусы нафиг не нужны. То есть мне интересно, кто эти люди. Ну и дальше, ребята, повальная распродажа труселей. Трусы стартовая цена начинается 300-400 и есть даже экземпляры за 500. Вот куколки, бегом, срочно скупайте трусы, ведь у вас есть такая возможность прикоснуться, так сказать, к прекрасному. Потрогать, пощупать, понюхать, на язык, я не знаю, попробовать то, в чем ходил Севка. Ребята, когда чувак продает свои трусы, это действительно говорит об очень многом. Потому что нормальный человек, да, нижнее белье просто выкидывает использованное. Но не в случае с Севкой. И как он сказал, трусы эксклюзивные, чистые и ничем не пахнут. То есть в его понимании чистые трусы, это уже какой-то, да, вот такой уровень превосходства над другими. То есть я так понимаю, что в его мировоззрении, в его понимании у других людей трусы воняют. Ну а дальше он даже рассказал, что нет пятна и показал ни от попы, ни от другого места. Все чистенько и в идеальном состоянии, ни единого пятна. Он отличается от других мужиков, в которых последняя капля попадает на штаны и на трусы. Но опять-таки это у на ком судят. Во-первых, да, странно, что мужчина наблюдает за тем, как ходят в туалет другие мужчины. И что они делают, да, как они там все это мероприятие в трусы обратно запихивают. Это меня вообще шокировало. То есть Севка идет в общественный туалет и смотрит в бок, что делает другой мужик рядом стоящий. А второй момент, не суди опять-таки всех по своему окружению, а по той среде обитания, в которой рос ты. То есть представьте, для него даже обычные мужики, они какие-то грязные, вонючие, ходят в засратых трусах. И от них воняет, да, за версту каким-то непонятным запахом. Почему? Потому что, конечно, он возле себя видит благоухающего Коки, вот такого чистюля. Ну и Коки здесь его, как всегда, поддержал и сказал, что он тоже очень чистенький и очень чистоплотный. И у него тоже никогда, никогда ни единая капля никуда не упала. Ну вот смотрю и понимаю, да, ребята, чистюля, особенно Севка, вот вырос, да, возле такой мамки и очень крайне чистоплотный человек. И вот для меня странно, как бы за интимным местом своим он ухаживает и за своими трусами. Но человек, который руками берет говно, или человек, да, который ковыряется в мусоре, берет прокладки руками, вот это вызывает какую-то дикость и странность. Или жрет немытыми грязными руками, но при этом, конечно, заявляет о своей чистоплотности. Так вот, чистоплотный человек чистоплотен, конечно же, во всем. Ну и дальше, ребята, такие лоты пошли на продажи, как кепка с котиком 500 гривен. Плевать, что БУ, да, но 500 гривен. Поиски по 300, то есть носил-носил, не доносил, будьте добры купить. Ну, а другой лот, который меня поверг просто в шок, и я думаю, блин, наверное, необходимо его срочно приобрести, пока это кто-то не сделал вместо меня. Это шелковые трусы, в которых Севка был на трансляции. Он их уже презентовал, показывал на себе, как они смотрятся, и он рекомендует к продаже, к покупке, вернее, именно женщинам. Вот одела-то эти трусы, подошла к мужу, и муж всегда будет возбужден. Наверное, Севке не вдомек, а какое обширное количество всевозможных моделей нижнего белья для женщины. Покупай, не хочу. И вызывай восторг у своего мужчины. А здесь, наверное, мужчина должен прийти в восторг, понимая, что эти трусы до его жены носил сам Вэл Адамян. Ребята, я вообще не представляю, как можно взять чье-то нижнее белье и его носить. Но я так думаю, что трусы уйдут с молотка. Ну, а дальше пошли распродажи вот этих красных китайских ботинок, которые ему присылали, белых тапок. Я тогда с этой обуви угорала. Я понимаю, что у кого-то это национальная одежда, но для нас это нетипичная. Понятно, что странная обувь по нашим меркам, по нашему восприятию. Но когда он их еще выставил на продажу, мне очень интересно посмотреть, кто же их купит и презентует своему мужу. Ну и, конечно, распродажа пошла рюкзака, который буквально недавно приехал с Америки. Там вообще практически уже вся эта посылка продана с молотка. Картины ушли, фотография Севки в молодости, сравненная с Наполеоном, тоже ушла. То есть большая часть продалась. Единственное, что осталось, насколько я помню, это у мамы желтое вот это вот цыганское яркое платье. А все остальное уже кануло в лету, на этом заработали. Так вот, рюкзак этот стоит 2000 гривен. Коки в шоке. Он готов был его купить, оставить себе, но за 500 гривен. Севка его обломал и сказал не меньше 2000 гривен. Я думаю, отправительницы, которая слала, очень приятно наблюдать, как обратились, да, как использовали ее подарки. И это об этом говорит, что нехрен слать, нехрен, скажем так, отправлять, чтобы потом не чувствовать себя обосранными. Ну и еще один лодк продажи. Ребята, это картина, которая написана собственноручно с Амбеллом. Всего лишь 2000 гривен. Ребята, когда будет еще такой шанс? Лично Севка написал какую-то непонятную безумную картину. 2000 гривен и вам еще автор оставит автограф. Вы представляете, какая шара? Вы своим детям и внукам будете рассказывать, что у вас висит полотно, которое изобразил лично Самвел Адамян. И лично вам подписал. Поэтому не упустите такую возможность. Срочно покупайте. Ну а я пока, ребята, буду прощаться. Продолжение, конечно, следует. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok